Шамар, еще раз добро пожаловать в «Спартак». Расскажи, как тебя приняли в команде? Как прошли первые тренировки? Много отличий от того, к чему ты привык, пока играл в Бельгии? С кем из ребят ты общаешься больше всего? У тебя прозвище Боза, почему, что это значит? Американский? Американский? Американский фильм, «Стар», его имя был такой, и мой родственник дал мне это имя, но до этого я не знаю, почему это имя, потому что это изменение. Ты вырос в Тренчтауне, как и легендарный Боб Марли. Расскажи об этом районе ямайской столицы. Я из Тренчтауне, как и легендарный Боб Марли. Тренчтауне, как и легендарный Боб Марли, как и легендарный Боб Марли, как и легендарный Боб Марли. Тренчтауне, как и легендарный Боб Марли, как и легендарный Боб Марли. Тренчтауне, как и легендарный Боб Марли, как и легендарный Боб Марли. Да, но я бы хотел бы танцевать музыкой. Кстати, Боб Марли отлично играл в футбол. Да, он очень любит футбол. У вас там все дети рождаются сразу с мячом? Да, они родились с мячом, но, вы знаете, не много, вы знаете, как, окей, мой бот, даже если вы не любите, то вы играете. Это не то, что вы хотите прожить в будущем, но вы играете тоже. В Ямаико это же музыка. Они не делают баскетбол, они не делают чак-н-филл, но делают футбол. Они делают чак-н-филл, они делают чак-н-филл, они не делают разные, но делают футбол. Так что футбол, как и детство, это только футбол, музыка. Наверное, причина в том, что футбол – доступный вид спорта, достаточно только мяча. Да, но, вы знаете, сейчас культура менялась немного с мячом, потому что, вы знаете, легендарный Юсейн Болт и, вы знаете, другие люди. Насколько я знаю, ты отказался от вызова в сборную Ямайки на ближайшие матчи, чтобы получше адаптироваться в «Спартаке». Действительно так? Вы знаете, ситуация и все, я не был в хорошем состоянии. Я был на бассейне, и я приехал на пресс-сезар, но с работой я делаю и играть в игру, я думаю, это будет слишком много для меня, потому что, вы знаете, это очень много времени, потому что, вы знаете, это очень много времени, и я думаю, что это было слишком много для меня. Поэтому, вы знаете, я говорю, я говорю с командой, что если это возможно, вы знаете, как он тоже знает, что я просто получил возможность в «Спартаке», и, вы знаете, это будет время, чтобы адаптироваться, чтобы узнать людей. и я говорю с ним, что если это возможно, я могу взять это время, это будет очень хорошо для меня, и мы согласны с этим. Ну, то есть отношения со сборной сохранились хорошие, и в будущем проблем не будет? Для них, вы знаете, это нормально, быть немного безусловленным, но я думаю, что они профессиональные, и я говорю с ним, что чтобы даже работать, чтобы получать респект и вероятность, которые они получили для меня. Если я беру это, то, окей, я сделаю это, но для этого периода, я нужен, я нужен этот момент, чтобы устанавливаться в России. Сборная Ямайки всего один раз в своей истории играла в финальной части Чемпионата мира. Помнишь, в каком году? Это было в 1998 году. Я был один год. Ты, наверное, удивишься, но после того турнира в России появилась очень популярная песня про матч между Аргентиной и Ямайкой. Не слышал о такой? Нет. Слова там такие, какая боль, какая боль, Аргентина и Ямайка 5-0. Хочу показать тебе, посмотри клип. Я хочу... Да, да, я могу слушать бит. Да, бит, драм, гитара. Ты тоже мечтаешь сыграть на Чемпионате мира? Да, да. В Ямайке это все, это драма ребенка, играть в World Cup. Все драма ребенка играет в World Cup, чтобы достигнуть это. Чтобы идти туда, это огромное достигнение. Вы понимаете? Вы можете посмотреть, и сказать, что я сделал очень круто. Американцы в других странах. Посмотрим, если он может выйти. Никольсу! Какой гол! Какой гол! Я видел тебя в Инстаграме несколько фото в форме Арсенала. Ты болеешь за лондонцев? Конечно. Ты фанат Арсенала? Да. Ты знаешь, когда я был ребенком, потому что в Ямайке это премьер-лига, это премьер-лига, если ты скажешь ребенку, где ты хочешь играть. Это один клуб в Ингландии. Это всегда премьер-лига. Это так, потому что, ты знаешь, раньше это было Джамейка. В Ингландии ответили на Джамейку, пока мы становились индивидуально. Это было так. Но когда я был молод, я был фанат Арсенала, когда я был ребенком. Почему именно Арсенал? Из-за красно-белых цветов? Ты знаешь, это моя бабушка. Я была близкой с моей бабушкой когда я был молод. Она всегда смотрела все время, потому что она была фанат Арсенал. Она всегда смотрела и когда я пришел, я просто влюбился с ними. Вы знаете, стиль игрок. Вы знаете, стиль игрок. Они играют как в Барселоне. Это потому что они были очень хороши. из-за этого. Наверное, кумиром был Тириан Ри. Тириан Ри? он был Тириан Ри. И это почему я очень влюбился с Арсеналом. Потому что это. Ты мечтаешь когда-нибудь оказаться в английской премьер-лиге? Премьер-лиге. Да. Это мечта. И, возможно, один день я могу играть там. Еще один музыкальный вопрос. Уже слышал треки Квинси Промеса? У! Квинси, Квинси Промеса. Но. Но? Тебе надо обязательно послушать. Да, это наша голландская хип-хоп звезда. Позволь задать тебе еще один стереотипный вопрос о Ямайке. Когда-нибудь видел Усейна Болта? Немного времени я видел Усейна Болта. Да. Потому что мой тренер с Рикардо Биби Гарднер он был в работе в 1998. Он хороший другим другом Усейна Болта. Белый друг, близкий друг Усейна Болта. Я видел Усейна Болта несколько раз. Даже на день , когда я приехал в Россию я видел его в ночь. За сколько секунд ты можешь пробежать 100 метров? 100 метров. Я не так быстрый я получил хорошую скорость. Я получил хорошую скорость. Мы должны увидеть один из этих дней мы увидим сколько не сомневаюсь но твое главное оружие это сильный удар тронк шот как ты тренировал этот навык чтобы бить так сильно? Это как что-то у меня не так я даже не знал что это как как я могу сказать первое, что ты знаешь что делать это ударить не это не но с scrape в предмежологии я просто ударил с это что я также практику Сумением отдать пас у тебя тоже все в порядке. Твоим первым клубом в Европе был Домжали из Словении. Что дал тебе тот опыт? Что ты делаешь? Ты делаешь мне много, потому что это было первое, когда я переехал от Джамейка. Джамейка-культура совершенно другая от Европы. В Джамейке ты закончишь тренировку, ты можешь сидеть на корне с друзьями, слушать музыку. Нет, ты не слушаешь музыку, ты только слушаешь birds. В Джамейке это не так. Ты можешь сидеть здесь, музыка играет прямо рядом с тобой, музыка играет прямо там. И в Европе это было очень странно, потому что я был в Джамейке с моими друзьями на улице. И в Европе, с моими друзьями до дома. Так что это было немного другим. Это было тяжело для меня. Ментально. И это препятствовало меня. Белгия. Я получил эту историю mentally, от Белгия. Это поэтому я думаю, что адаптация будет гораздо легче в России. В любом случае. Так что после Домжали ты играл в Шарли Руа? В чем ты прибавил за годы игры в Бельгии? В чем ты прибавил за годы игры в Бельгии? В чем ты прибавил за годы игры в Бельгии? В чем ты прибавил за годы игры в Бельгии? В чем ты прибавил за годы игры в Бельгии? В чем ты прибавил за годы игры в Бельгии? Это было так. В чем ты прибавил за годы игры в Бельгии? В чем ты прибавил за годы игры в Бельгии? Я думаю, что спартак играет в Европа. Я начал изучать и следить. Я начал следить за командой. То есть стал следить за командой? Ну и для того, чтобы люди видят меня. Так что я думал, что хорошо. Мы работали в этом. Я смотрел в последнее время, что я закончил. Я начал изучать, что я учился, что это клуб с лучшими труппием в России. Но я смотрел только на позитивной стороне. Я просто смотрел на позитивное положение, потому что в футболе есть так, что у вас есть и у вас есть усы, и у вас есть усы, но это все, как вы реагируете, и это все, как вы понимаете ситуацию. Это было только позитивное положение, когда я начинал исследовать Лук или Москва. Это было так, потому что раньше я приехал в Россию, но это было как в Уфа. 21-летний нападающий из Ямаки появляется на поле. Мы наблюдаем за этим форвардом, достаточно интересных футболистов. Шамар, я не могу не спросить про твоего отца, который трагически погиб. Это историй, да? Да. Вы можете рассказать вам о том, что это? Ну, первое, ты знаешь, мой отец был очень хороший отец, мой 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 отец. Да, что с ним произошло? Ну, это было... Это было близко к вечеринку, это было в декабре 23-м. Обычно вечеринка в Ямаке 25-м. Мы пошли к нам, как, клеточки, потому что, на вечеринке, мы обычно поможем клеточки, как, клеточки. Мы пошли клеточки в ночи, после того, как это было футболистовое время, для моего клуба, я играл в Ямаке, в Бойстоне. Ты сам играл? Нет, я не играл так много. Я был молод, это было первое, и когда он пришел клеточку, я уже был в стадионе. Когда он пришел клеточку, я смотрел на него, может, около 10 минут, когда я остановил футбол, я смотрел на него, но я не знал, почему. Это был первый раз, когда я его смотрел на него. Зас寄ел, который изichen двух минут вaku я не LOOKED, я смотрел его на 10 минут, я смотрел на его конкретную сторону, и потом я смотрел на него. я и я смотрел в другую сторону, а тогда я бы видел его, потом я начался застротать по игре. В следующем часу я начинаю смотреть по игре, как по игре. Мой очищал его на другую сторону и он начался застротать, как видим, смотрит, смотрит. После гамме и мои друзья были домой, я начался слышать гонщуки, началсяlairаться. И я сказал, что кто-то получил эти болезни. Я не знал, что это был мой папа. Но когда такие вещи происходят, люди ходят по-другому. Они не выходят из-за того, они ходят по-другому, они ходят по-другому. Мы начали ходить в направлении куда они shot fire. Все в стадии начали ходить в направлении и я видел, что это был мой папа, и я вернулся назад. Это был трудный момент для меня. Я остановился играть в футболе за один год и полгода. Это было тяжело. Это очень тяжело. Я думаю, что это один из лучших дней в моей жизни. Потому что я был очень близким с моим папой. Да, и это было... Это было... Я почти раздавал на футболе, как раздавал на все позитивные. Я был только фокусом на негативные вещи. И чем ты занимался эти полтора года? Этот год я был спарринг с гангстерами, с гангами, потому что в Джамейке есть много таких. И это легче быть с гангами. Это не что-то сложное. Я был с гангстерами, с гангами. Я начал спать в моей маме дома. Я был такой... Ты знаешь, что это блитка? Блитка, когда ты не спишь на ночь. У тебя была депрессия? Да, я был такой. Я был такой. Я думал о ревенции, потому что в Джамейке это такое. Когда что-то случилось для ребенка, это всегда такое. Я думал, что это ревенция. Я думал, что я не могу. Я не могу. Я не могу. Я просто хочу. Я хочу. Я люблю. Я люблю. Я просто хочу. Я люблю. И это было тяжело. Когда я просто говорю о том, это было как, и тогда я просто забыл все. Потому что я просто не могу. Когда кто-то говорит о негативе, я легко могу. Когда ты говоришь о позитиве, я просто слушаю, а потом я забыл, что ты просто сказал мне. Я у меня с другой семьей. Я уходил в семье. Я уходил в Сент-Качинске. в другом паре, в Портмуре. И я был здесь, по-другому периоду времени, до того, как я понял, что это, что я хочу сделать, это не что-то доброе, это только для семитерей, или для проживания, и после того, как я почувствовался, начинал играть футбол, и использовал моего дата как мотивация для меня, когда я чувствую, что я в порядке, что я не хочу, что я в футболе, я всегда думаю о моем дата, и я должен делать это для него. Это для меня и мотивация. Из кого сегодня состоит твоя семья? Я знаю, у тебя есть сын. Шамар Джуньор. У меня два сына. Шамар Джуньор и Энзо. Мой маленький сын, он один год. Шамар Джуньор, он три года. У меня есть семья, с одной семьей, я близко с моей мамой, и мать. У меня большинство моих родителей, моего сестра, моего брата. У меня все эти люди. Они все живут на Ямайке? Да, да. Они живут в Ямайке. Но моя семья живет в Ямайке, и у меня есть семья, которые живут в Америке. У меня много семья живут в Америке. Да. Планируешь показать сыновьям Москву? Планируешь показать сыновьям Москву? Я ходил в Тайм-сквер. Наверное, на Красную площадь. Ред-сквер. Ред-сквер. Тайм-сквер. Ред-сквер. Я ходил в Ред-сквер. 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 позитива менталитий ну сейчас мы тренируемся в дубае здесь погоды все отлично чего ты ждешь от перехода в спартак какие цели сейчас ставишь перед собой помимо адаптации ну а нужно узнать о семьях ну и не узнать о чем это нужно узнать и узнать о чем она добро пожаловать мне нравится и тактики как я говорю тактики А после того, как освоишься, сколько голов планируешь забить? Для меня, для того, как страйка, это касается гола, но это не индивидуальный спорт. Это спорт, поэтому если я не score, то я счастлив, но для страйка, то я счастлив, но для страйка, то я счастлив, но я счастлив, почему бы я счастлив? Я счастлив, но мы увидим, что первая сезон, чтобы работать много, показывать, что я способен, чтобы score goals, потому что я могу ставить таргет, но если нет таргет, то я могу пройти таргет. То есть это просто так, чтобы работать как много, как возможно, и дать как много, как возможно, чтобы достигнуть гола. Может, у тебя есть любимая песня, Bobo Marley? Ты имеешь в виду «One Love», «Redemption Song», «No Woman, No Cry». Это много, это не значительно, но это мои любимые песни, «One Love», это... Ты только слушаешь такую музыку или сам можешь что-то исполнить? Да, я могу петь что-то. Ты хочешь мне петь что-то? Да, было бы здорово. «One Love»? Окей. «No Woman, No Cry», «No Man, No Cry», «No Man, No Cry», «I remember when we used to sing» «Дина Government Yard» «Дина Government Yard» «Дин Чернстон» «Дин Чернстон» «Дин Чернстон» «Ирмь dich» «Как Victim» «Очень». «Глowe Deir меня com все», «Uэллог»